В эфире РБК Алфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. В Башкортостане останется лишь два кредитных учреждения, зарегистрированных на территории республики. Это случится после присоединения социнвестбанка к банку Российский Капитал. Как сообщают в самом кредитном учреждении, по плану процесса завершится к концу будущего года. В социнвестбанке нашему телеканалу пояснили, объединенное учреждение будет развиваться как универсальный ипотечно-строительный банк. Главной целью нового банка обозначено вхождение в тройку российских банков по объему выдачи ипотечных кредитов и башкирский филиал также включится в решение этой задачи. В соответствии с новой стратегией развития будет переформатирована и банковская сеть. При этом учреждение полностью сохраняет свои обязательства перед действующими клиентами. В декабре прошлого года у единственного акционера социнвестбанка Банка Российский Капитал сменился собственник. Теперь 100% его акций принадлежит агентству по ипотечному жилищному кредитованию, которое сейчас работает под брендом дом.рф. После присоединения социнвестбанк станет башкирским филиалом объединенной структуры. Региональные власти ожидают рост производительности труда в Башкортостане по итогам текущего года на 5%. Плановые показатели озвучил глава регионального кабмина Рустем Морданов на очередном заседании госсобрания. По итогам прошлого года производительность труда на предприятиях республики выросла на 2% до 760 тысяч рублей. В то же время прибыль предприятий региона выросла на 60%. Также, согласно официальным данным, общая рентабельность увеличилась с 10 до 10,5%. В то же время инвестиционная активность показала серьезную отрицательную динамику. Мы не вышли на прогнозные цифры и отстали от среднероссийских показателей. Основной причиной снижения инвестиционной активности, на наш взгляд, являлось удорожание реальной стоимости кредитов. Это сделало многие проекты неэффективными, потребовало их пересмотра, сократило финансовые возможности для их реализации у предприятий. В то же время значительные резервы кроются в повышении результативности взаимодействия между государственными органами, предприятиями и муниципалитетами. По словам премьер-министра, правительство, замечая проблемы с инвестиционной активностью, старалось расширить ее формы. Так делали упор на более активное использование механизмов государственно-частного партнерства. Это позволило в прошлом году привлечь дополнительно 35 миллиардов рублей. Административный произвол и противоречие федерального и регионального законодательств – одни из основных препятственных пути развития бизнеса. Об этом заявили представители Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». На очередном заседании правозащитники снова вынесли на обсуждение типичные проблемы предпринимателей. Для примера взяли два конкретных случая. В первом руководителю небольшой компании грозит уголовная ответственность за невыплату зарплату, а около 20 сотрудников рискуют остаться без работы. Во втором местная администрация не разрешает построить объект, который объективно нужен в районе. Правозащитники уверены, в обоих случаях можно найти компромисс. Здесь Центр эксперты встает на позицию все-таки законных интересов предпринимательства с тем, чтобы все-таки они, найдя какое-то общее правовое мировое решение, смогли не закрыть предприятие, а развивать предпринимательство. Тем более, что никаких ни по первому, ни по второму случаю уходов от налога или каких-то недобросовестных действий мы не усматриваем. За год в общественную организацию поступают десятки обращений, и большинство решенных проблем становится своеобразной пошаговой инструкцией для других представителей бизнес-сообщества. Также на заседание переизбрали исполнительного директора Центра бизнес против коррупции. Вместо Рустема Ахмадинурова им стал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» Денис Мусин. Сейчас информация о курсах валют, установленных Центробанком на пятницу. Доллар и евро снова синхронно просели. Курс с американской валютой снизился на 65 копеек, 56,83 евро, в минусе на 25 копеек, 70,31. Лучшие обменные курсы на сегодня – покупка доллара в банке «Юнистрим» за 56 рублей 75 копеек, продажа в банке «БКС» за 57,9 с комиссией до 3% за обменную операцию. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в Тимербанке за 70 рублей 15 копеек, продажа в банке «Юнистрим» за 70 рублей 50 копеек. На этом у меня пока все. Оставайтесь с РБК.